МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Газ в пол, столкновение, смерть на месте. Так развивались события 7 марта этого года в Тихорецке. На перекрёстке страшная авария унесла жизни двоих мужчин. А 34-летняя женщина и 5-летний ребёнок чудом спаслись, но пострадали. Семья ехала в одной машине. Авто на полной скорости протаранил на тот момент полицейский водитель. Сейчас 25-летнего мужчину уволили из МВД. На днях его ждёт суд. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, полицейский превысил разрешённый скоростной режим и выехал на регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В результате он допустил столкновение с двигавшимся по улице Гоголя автомобилем «Лада Самара», которым управлял 44-летний мужчина. Тот факт, что мужчина был пьян, доказала экспертиза. Свою вину бывший полицейский признал полностью. Это сообщил Крэво СК. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Берегите в себе человека. В Сочи нашли мужчину, который до полусмерти избил битый дворового пса. У животного была полностью перебита челюсть, раздроблены кости и оторван таз. Переломы и гематомы диагностировали врачи ветклиники. Убийцы, конечно. Я за себя отвечу. Конечно, вы ответите по закону. Конечно, я буду максимум добиваться этого. Собака по кличке Даша была любимицей в поселке Волково. Его жители рассказали, что дворняга поселилась там больше года назад. Была спокойной, доброй и безобидной. На улице она играла с детьми. Но в день смерти ее сбила машина. Дворняга упала, будто замертва, и стала скулить от боли. К ней на помощь поспешила прохожая, но животное от стресса и испуга укусило женщину, за что ее муж добил четвероногу битой. А зачем вы лезли к излованной собаке? Вы что, не понимаете, что она в вагоне и может прикусить? Собаку отвезли в ветеринарную клинику прохожей, но ее пришлось усыпить. Травмы были несовместимы с жизнью. Личность косвенного убийцы дворняги установлена. Полиция работает над выяснением всех обстоятельств случившегося. За защитники заявили, что убийство Даши произошло с особой жестокостью на глазах у ребенка-подростка. Ее мучитель должен понести наказание. Танки, поле, две собаки. Настоящий бой завязался в Темрюке в музейном комплексе «Военная горка». Собаки бойцовской породы напали на семейную пару с ребенком. Мужчина и женщина, дабы спастись от животных, забрались на экспонат и стали звать на помощь. Работница музея, услышав крики, решила отвлечь псов. Женщина поднялась на советский Т-34-85 и перенела четвероногого врага на себя. Они окружили танк, пытались подняться наверх, но подмога прибыла с левого фланга. Полиция привезла ветврача. Специалист выстрелил в агрессивных животных из винтовки дротиком со снотворным. Позже правоохранители нашли дом и хозяина бойцовских собак. Оказалось, пока мужчина спал, бойцы убежали со двора. Этот случай проверяет полиция. Тихий подвиг во имя других. 45 сотрудников Росгвардии стали донорами крови в Краснодаре. Они сдавали ее добровольно и безвозмездно. Акция была посвящена Дню государственного флага Российской Федерации. Сдача крови привил мой отец. Систематически стараюсь сдавать ее с 18 лет. На сегодняшний день являюсь почетным участником развития донорского движения. Донорская кровь спасает чужие жизни. Поэтому это не только моя обязанность как гражданина, но и как сотрудника. Перед процедурой росгвардейцы прошли обязательное медицинское обследование и осмотр у врача. Они пополнили краевый банк крови на 20 литров. Кровь мы выдаем в лечебные учреждения. Это детские и краевые клинические больницы. Это онкологические диспансеры. Это другие краевые больницы, которые нуждаются в лечении больных кровью. Медики поблагодарили бойцов Росгвардии за ценный биоматериал. Они предложили правоохранителям и дальше сотрудничать. Врачи пообещали, что ни одна капля алого золота не будет пролита зря. На каждого Макара найдется своя хавронья. Курьезное ДТП случилось на трассе в Сочи. Там столкнулись отечественная «семерка» и немецкий внедорожник. «Жигули» ехала хвостом за ренемобилем, дабы миновать пробку. Водитель немца тоже захотел проскочить. Выкрутил руль, но его и рулевого ВАЗ-2107 настигла карма. Тарапыги встретились, их авто столкнулись. Теперь разбирайся, кто прав, а кто виноват. Им желаем удачи, а других водителей просим уважать друг друга. Далее о других дорожно-транспортных происшествиях в краевом центре. Стартуем с аварии на пересечении Красной и Мира. Там столкновение двух авто привело к вызову экипажа ДПС. Итак, по главной улице города движется старенький американец. По Мира едет новенький кореец. Авто набирают скорость, выезжают на перекресток. И Корея терпит колоссальные потери. Крыло, бампер, капот и фара. Америка лишает столько крыла, бампер повис, но на первый взгляд он в норме. Так, стоп, с последствиями понятно. Переходим к условиям. Авария произошла в субботу. А выходные улицу Красную в Краснодаре перекрывают для пеших прогулок. И да, габариты американца позволили втиснуться между ограждениями. Но делать этого водитель не мог. Повторяем, проезд по главной улице в субботу запрещен. Сами стороны прийти к консенсусу не смогли. Судьи в погонах прибыли решать межнациональный автомобильный конфликт через 6 минут. Мирный договор и по совместительству протокол был подписан спустя час времени. Продолжит дайджест ДТП на пересечении Красной и Калинина. На разрешающий сигнал светофора начинают движение автомобили. Пара из них, преодолев расстояние от зебры до зебры, плавно поворачивает с главной улицы города на улицу Калинина. Но если один маневрирует с ряда для этого и предусмотренного, то второй грубо нарушает правила и подрезает соседа из правой полосы. На всякий случай поясним, что в ряду, в котором двигалась красная иномарка, движение разрешено только прямо. Поэтому такой резкий, но уверенный маневр – это нарушение ПДД со стороны водителя малолитражки. Именно поэтому рулевой серого корейца не стал выходить из машины. Зачем тратить время и нервы? Он не виноват. А вот дама, управляющая красным баркетником, буквально выбежала осматривать повреждения своей ласточки. Похоже, авто по вине хозяйки решилось заднего бампера. По крайней мере, его части. Что было дальше, пояснять не нужно. Вызов патрульных, оформление протокола и эпилог – испорченные выходные. Приехал. Так хочется заглавить следующую ситуацию, которая случилась на пресечении 40 лет Победы и ЮНАТОВ. Это и аварии назвать-то нельзя, а скорее экстренная внеплановая парковка. Белоседа не смог вписаться в поворот и съехал с перекрестка на газон. Авто не остановило даже дорожное ограждение. Столбик пал в неравном бою. И как, и что, и почему, к сожалению, точно сказать причину этакого дорожного курьеза мы не можем. Но предполагаем, что водитель иномарки свернул на бордюр не специально. Это дело случая. А еще он не стал вызывать скорую автомобильную помощь, то есть эвакуатор. И покинул клумбу сам. Звонок ГИБДД тоже не поступал. Факты кончились, фактов больше нет. По горам соблюдая ПДД. Рейд с названием «Джипинг» провели госавтоинспекторы в Сочи. Они заострили внимание на внедорожниках, которые используют для туристических прогулок. Их останавливали для проверки технического состояния. Также полицейские обращали внимание на наличие документов у водителя. В настоящее время водителям полноприводных автомобилей, которые доставляют туристов к природным достопримечательностям, запрещено передвигаться без разрешительных документов, без прохождения технического осмотра транспортного средства и медицинского осмотра водителя. Сейчас в Сочи открыты 4 экстремальных маршрута. Их активно посещают туристы. Полиция напоминает, чтобы не провести остаток отпуска на костылях, перед горной прогулкой проверьте, что у водителя джипа есть документы на перевозку пассажиров. А сам внедорожник исправно работает. Продолжение следует...